Под Валдаем сегодня прошли масштабные федеральные учения МЧС. По легенде, на трассе М-10 столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Есть погибшие и раненые, а тысячи авто застряли в 18-километровой пробке. Как с этим справлялись спасатели, пожарные, медики в репортаже Натальи Хмелевой. 12 погибших, 50 пострадавших и пробков, 1200 машин. Будь это авария настоящая, она бы точно прогремела на всю страну. К счастью, это лишь сценарий масштабных учений. По легенде, сильный снегопад спровоцировал столкновение автобуса и грузовика. Но вот вопрос, будет ли толк от тренировки? Снега-то нет. Учения всегда эффективны. Они носят в том числе, как было заявлено, исследовательский характер, для того, чтобы наоборот все разобрались, поняли и увидели свои, если есть недостатки, отработали вопросы слаженности. Если нет снега, так почему же не отработать учения? Всего под Валдаем собрались порядка 200 человек и 60 единиц техники. Здесь спасатели, полиция, следком, медики. С первым этапом справились за 7 минут. Пожар потушен, раненые, эвакуированные, следственная группа устанавливает причины происшествия. Но расслабляться рано, ведь, по легенде, в легковой машине от удара об автобус зажало человека. В такой ситуации может оказаться каждый. Главное, говорят специалисты, не паниковать, вызвать помощь и ничего не делать самому, особенно если зажало, потому что тогда последствия могут быть гораздо хуже. Правильно? Ждем? Ждем. Хорошо. Ждать долго не приходится. Счет в такой ситуации идет буквально на минуты. И хотя опасности нет, находиться внутри машины страшно. Бьются стекла, режется металл и кажется, что крыша вот-вот упадет на голову. Но эти люди свое дело знают. Сказывается опыт. Вообще, как часто приходится машину в кабриолет превращать? Постоянно. Постоянно? Мы любим это делать. Пилить машину или девушек спасать? Спасать людей. Шутки шутками, а на практике зажимают людей в машинах очень часто. Недаром это упражнение на учениях отрабатывают чаще всего. Кроме железа приходится бороться и с самым главным врагом пострадавших – паникой. Она, как говорят медики, очень осложняет работу в реальных условиях. Да и в целом учеба и практика – разные вещи. Здесь есть сценарий. Вживую, конечно, все приходится, ну, все неожиданно возникает. И поэтому, ну, все непредсказуемо. Вот, в принципе, в этом основная сложность и заключается. И как тогда работать? Есть какой-то, может, профессиональный секрет? Ну, профессиональный секрет – это опыт. То есть, профессиональная наша деформация нам помогает бороться со всеми стрессами. Сегодня набивают руку специалисты не только на Новгородчине. Учения проходят в Тверской области, Москве и Новороссийске. Что же касается нашего региона, то со своей задачей спасатели справились. И это действительно хорошая новость. Из Валдайского района Наталья Хмелева, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.